О том, как действуют мысли в жизни и судьбе человека, наглядно описывает с вами Джиотер Майананда в своей книге «The Art of Positive Thinking». Ум посылает мысли, подобные стрелам. Они попадают в цель, в объект, на который направлены, и затем возвращаются к породившему их человеку. Следовательно, если вы посылаете облакую мысль, она проходит через мыслеформу и попадает к человеку, в адрес которого было направлено. И такое попадание позитивной стрелой – замечательное обстоятельство. Вы можете продолжать обстреливать позитивными мыслями столько людей, сколько захотите, и мысли эти возвращаться к вам, неся с собой благословение и добрую волю. От этого ум ваш будет становиться все более и более возвышенным. С другой стороны, когда в своей цели летят негативные мысли, результат прямо противоположный. Если цель неуязвима, она отразит вашу негативную мысль, отчего последнее придет в раздражение, ибо наткнулась на препятствие. По этой причине она возвращается и с удвоенной силой вонзается в вас. Это образное описание механизма действия как благих, так и злостных мыслей. Если вы порождаете благие мысли, ваш ум постепенно облагораживается и тончается. Таким образом, вы развиваете позитивный ум. Если же ваш ум занимает дурные мысли о людях, то он со временем деградирует, и в вас скапливается большое количество негативных впечатлений, вызывающих напряжение в нервной системе. Разбор Йога Сутр на канале Астромифа и Реальность. Продолжаем.